Мы говорили с вами в одном из клипов, что спорт должен стать другим. Соревнование должно быть направлено к единству, вы говорили все время. Вот Владимир нам пишет, а он тренер. Чтобы быть лучше, а тем более лучшим, нужно всех именно подавить и быть сильнее и физически, и психологически, и тем более морально. Это я говорю именно о спорте, как бывший спортсмен и действующий тренер. Это верно в этом спорте, который есть сейчас, потому что он является производным энергетического мира. А если мы говорим о новом мире, то там спорт должен быть другим. Только для того, чтобы оздоровить человека и создать правильные и добрые связи между ними. А в чем же тогда соревнование будет? В этом соревнование. А кто тогда самый сильный? Тот, кто больше всех может повлиять в добрую сторону для мира. Если можно, вот чуть развеете это. Чтобы показать, как можно мир изменить к добру. Вот тот и является чемпионом. Здесь будет существовать зависть, вот как она есть в спорте, соревновательность. Почему нет, везде есть. И соревновательность такая. И соревновательность в том, чтобы быть действительно наиболее эффективным. В том, чтобы сделать добрую связь между всеми. То есть она надо в корне изменить вообще всю систему сегодняшнего спорта, английских игр, всех чемпионатов. Даже все игры между людьми, которые основаны на соревновательности, или одна команда против другой, это должно быть совершенно в обратную сторону. Инверсно все повернуто. То есть вот две команды сражаются друг с другом. За что? Они не сражаются друг с другом. Они сражаются за то, чтобы помочь друг другу выразить явно себя, свои стремления к объединению. То есть какая команда побеждает? Которая более согласованно вместе правильно сыграла. Счет ведется не на очки, кто забил и кто нет. А на то, каким образом собранной вместе играла одна команда против другой. Ну вот я задам такой же теперь вопрос. Вот сейчас популярные единоборства, бокс, бои без правил даже вот здесь. Здесь я не думаю, что так можно просто объяснить, каково будущее у этих вообще... Популярных очень сегодня видов спорта. Все это греко-римские все штучки, которые уже тысячи лет царствуют в мире. Я думаю, что у них будущего нет. Да? Да. Хотя вообще в тех олимпиадах, в древних, приветствовалось все-таки дружеское отношение. Уж по крайней мере, ни о каких таблетках, уколах и прочих там речи не было. Не потому что их не было, потому что дух был другой. Как я могу чисто выиграть, да? Не используя никакие... Это было такое, могу чисто выиграть. А практически это не выиграть, а демонстрировать красоту и возможности человеческого тела. Да. То есть если можно, вот завершите, пожалуйста, к чему мы так или иначе придем? Мы придем к тому, чтобы показать, что действия Творца, они были добрыми, благими. И мы хотим его в этом поддержать. Вот как отец смотрит на своих детей, они показывают ему, какими он сделал их внешне и внутренне красивыми. То есть красота спорта будет в чем? В том, чтобы мы желали бы продемонстрировать свои добрые намерения, свою доброту, свою внутреннюю красоту. А совершенно не в том, чтобы дальше, выше и так далее. И это именно потому, что вот на нас отец смотрит, да? Он нас такими хочет видеть? Да, это самое главное, да. Да? Каким образом мы сможем доставить именно ему удовольствие от его созданий? Это вообще, это красиво. Совсем другие мысли, совсем другое намерение, другие результаты. Это другое. Ты хочешь нас видеть добрыми, в доброй связи. Так что все будет, только все по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова